здравствуйте дорогие друзья я рада приветствовать вас на канале творческая мастерская креатив меня зовут наталья и сегодня я хочу пригласить вас на мастер-класс по изготовлению текстильной куклы эта кукла очень простая в исполнении в пошиве но мастер-класс у нас будет объемный для удобства я его разбила на 5 частей то есть мы сошьем куколку от а до я и в первой второй части нашего мастер-класса я расскажу как пошить тельце куклы то есть как разложить выкройки как раскроить их на ткани как набить как собрать куклу 3 4 часть это одежда куклы я также расскажу как сделать выкройку штаниши как их раскроить как шить как сшить юбочку и 5 заключительная часть мы с вами нарисуем лицо акриловыми красками и сделаем прическу если вам интересно то оставайтесь со мной смотрите мастер классы также подписывайтесь на мой канал жмите колокольчик ставьте лайки заходите в мою группу вконтакте которая так и называется творческая мастерская креатив а также на страничку в instagram все ссылочки вы увидите под этим видео также хочу сказать что выкройку этой куклы вы найдете в группе вконтакте которая так и называется творческая мастерская креатив так давайте начнем же наш мастер-класс для тела куклы я буду использовать хлопковую ткань такого приятно бежевого цвета она довольно такая плотная гладкая очень мне нравится эта ткань для текстильных кукол также я буду использовать кусочек возьму белой ткани биосе это у меня будут штанишки для куклы такой небольшой кусочек отрез у меня остался цветного хлопка это будет юбочка в горошек ткань для кофточки куклы также буду еще использовать кружева белые это капроновая белая кружева они такие вот двойные и здесь можно разрезать и у нас получится такое тонкое кружево и розовое кружево буду использовать для края юбочки также для пошива куклы нам нужно выкройка выкройку я сделала на картоне это у нас будет выкройка голова и туловище цельная это ручки это ножки этих деталей нужно вырезать 2 этих деталей нужно вырезать 4 этих деталей нужно вырезать 4 так как у меня кукла уже у нее кофточка пришита к туловищу я заготовила такие детали вот я пристрочила к телесной ткани пристрочила ткань в горох чтобы у нас была кофточка также я сделала две такие заготовочки для рукавчиков застрочила горох и с бежевым это у меня кусочек для ног все ткани для своих текстильных кукол я дублирую клеевым дублерином вот такой вот дублерин с этой стороны клей а с этой стороны клея нет дублерин нужно приклеивать также как идет долевая ткани то есть если у нас долевая идет так то значит и дублерин нужно приклеивать так то есть дублерин здесь тянется и у нас тянется ткань я дублерин приклеивают для того чтобы набивка когда набивка синтепоном синтепухом была такая ровная и красивая чтобы не было таких бугров ну что ж давайте сейчас мы обведем выкройку выкройку для тела и вообще всю выкройку вы можете посмотреть моей группе вконтакте если перейдете по ссылочке под этим видео значит я приклеила сюда тоже клеевую здесь я застрочила и заутюжила вот если можно видеть посмотреть вот заутюжила в эту сторону на сторону гороха то есть вот эту вот телесную часть я сделала в заутюжку и здесь у нас получился такой вот шовчик красивый заутюжка складываем пополам и прикладываем нашу выкройку смотрите на выкройке стоит пунктир это значит по этому пунктиру у меня будет кофта берем карандаш хорошо отточен карандаш чтобы он не был сильно мягким чтобы не было грязи то есть карандаш но средней жесткости и начинаем обводить нашу выкройку обводим не сильно жирно не сильно не рисуем здесь внизу мы еще с вами дадим припуск где-то в вот наверно на сантиметрик сейчас я возьму линейку и нарисую ровно не от руки а на линеечку где-то сантиметр и это мы так выкройку нашу продлеваем вот мы нарисовали выкройку это голова вместе с туловищем можно прометать можно заколоть булавочками конечно хорошо нужно заколоть вот в этом месте где мы с вами стачивали верхнюю телесную и нижнюю в горох для того чтобы когда мы будем строчить вот здесь вот не съехала чтоб все было ровно так что если вы можете вы можете сразу обстрочить если у вас сразу не получится то можно наметать сделать наметку и построчить можно также сколоть булавками и тоже построчить но я вам скажу что когда мы скалываем булавками будьте осторожны чтобы эти булавки не попали под лапку и под иголку машины так туловище мы нарисовали теперь мы с вами нарисуем ручки тоже складываем видите я здесь тоже сделала за утюжку что у нас этот шов смотрит вниз складываем две детали ровно и здесь мы будем рисовать ручки здесь я тоже сделала строчку но она у меня получилось немножко выше так что ручки у меня где-то рукава на руках буду чуть чуть ниже где-то в так и обводим здесь мы тоже как я вам не сказала как здесь мы соблюдаем долевую то есть долевая у нас будет идти вот так вот вдоль долевая вдоль долевая эта ткань которая не тянется также есть также и когда мы обводим ручки у нас тоже соблюдаем долевую то есть вот у нас с вами долевая это поперечная и и обводим тоже карандашиком не сильно рисуя жирные линии обрисовали так и обрисуем здесь нам тоже нужно знать где у нас отметим себе где у нас с вами рукавчики и прикладываем руки и обводим нашу выкройку обрисовали выкройку и у нас осталось также можно заколоть можно обметать можно прострочить так как вы как вы умеете строчить кто не умеет шить на машинке можете все прошить уручную мелким швом назад иголка ручки мы нарисовали теперь мы с вами нарисуем ноги для ног у меня ткань просто телесная нет никаких штанишек ничего потому что штанишки я буду делать белые тоже смотрим что у нас здесь с вами идет долевая здесь поперечина складываем долевую с долевой и рисуем ножки на ножках тоже долевая будет идти сюда здесь уже в припуск я дала для ножек одна ножка и в зеркальном из-за отображения мы делаем вторую ножку обводим теперь складываем ровно можно тоже заколоть булавочкой чтобы строчить вот мы с вами сделали выкройку ног это у нас руки с готовыми рукавчиками и туловище с готовой кофточкой это все мы должны построчить на машинке я шью на машинке строчу ставлю строчку где-то один миллиметр у меня на машинке обозначение 123 я ставлю мелкую 11 и 3 можно полтора это делается для того чтобы когда мы будем с вами набивать не синтепон ничего не порвалось и ничего не вылезло с наших деталей так что идем строчить на машинку детали куклы я построчила и теперь нам нужно вырезать эти построченные детали хочу обратить внимание что когда я строчила я оставила открытыми срезами срезы вот на ногах здесь для того чтобы набить ноги туловище открытый срез здесь будем так набивать туловище а вот руки я построчила полностью не оставила места для набивки так как мы будем крепить на пуговки и мы будем набивать по такому принципу делать здесь крестик крестик через этот к надсечку как крестик и через эту дырочку которую мы вам с вами здесь делаем мы будем выворачивать и набивать ручки так что давайте сейчас вырежем вырежем детали те которые мы с вами прострочили я вырезаю очень близко к строчке где-то на расстоянии 3 миллиметра 3-4 миллиметра не больше если будут большие припуски то они будут у нас заворачиваться возле шва и создавать такие некрасивые выступы здесь тоже я делаю насечку пальчиком только аккуратно не разрежьте ниточку и вторую вырезаем ручку сейчас вам покажу на примере как сделать эти крестообразные надсечки для того чтобы вывернуть и набить руки то есть вы поняли что руки построчены в круговую место для набивки я не оставила аккуратно срезаем стар стараемся как можно ближе срезать к строчке но в то же время строчку чтобы не зацепить вот у нас вот мы вырезали две руки лишний мусор уберем и вот смотрите вот у нас с вами две готовые руки мы делаем значит с вами карандашиком смотрите сделаем здесь так крестик нарисуем и нарисуем на на этой руке крестик и так же мы с вами должны разрезать эти крестики ножницами как сделать мы с вами должны разрезать только одну часть ткани эта часть ткани у нас должна быть целой не разрезаны значит мы с вами немножко поднимаем ткань стараемся что вот это вот не попало и и делаем ножничками такие надсечки раз смотрите и надсекаем здесь и делаем надсечку крестообразную вниз также мы делаем на этой руке смотрите это отодвигаем это у нас должно быть целое а здесь мы с вами должны сделать крестообразную надсечку то есть мы так вот вдвое ткань и ножничками смотрите ножничками берем так раз надсечку разворачиваем и аккуратно туда ножнички вставляем вставляем и делаем так крестик и делаем так крестик я же говорила что здесь у нас тоже можно сделать надсечки чтоб красиво вывернулась рука здесь я уже делала здесь у нас хорошо срезана не будет и так будет красиво так руки у нас готовы для выворачивания вырезаем туловище туловище как видите тоже здесь сделаны закрепки обязательно делайте закрепки иначе при набивке это все начнет начнет разлазиться нитка начнет пороться и будут такие некрасиво отрезаем я уже когда мы с вами обрисовывали выкройку вам говорила что здесь нужно добавить сантиметр для припуска и теперь мы режем по припуску отрезаем лишнюю ткань по припуску и так же всю заготовку тельце вместе с головой мы отрезаем близко к нашей строчке можно обрезать ножницами зигзаг если у вас есть ножницы зигзаг я обрезаю обычными портновскими ножничками еще раз скажу что я отрезаю где-то на 0 2 на 0 3 строчки и делаю также надсечки часто делаю надсечки где шея чтобы хорошо она плавно вывернулась чтобы этот припуск у нас не тянул также немного сделаю надсечку здесь где у нас такой небольшой изгиб на талию и так же сделаю по кругу наверное вот вот этой части круглой головы надсечки я делаю для того чтобы когда у нас все вывернулось чтобы у нас с вами получился круг а не квадрат так вырезала туловище и у нас осталось с вами вырезать ноги все делается также так 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 и надсечки я сделаю вот на этом изгибе ноги так 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 Смотрите продолжение в следующей серии. И здесь, где изгиб ноги, тоже сделаю надсечки. Еще раз повторюсь надсечки для того, чтобы хорошо нам вывернуть наши детали. Вот мы с вами построчили, вырезали наши детали. Теперь их нужно вывернуть. Давайте я покажу, как вывернуть руки. Помогать, чтобы вывернуть руки, я буду использовать вот такую деревянную палочку. Смотрите, немного раздвигаю, где ладони. Вставляю сюда палочку и потихоньку начинаю продвигать нашу деталь по палочке. И смотрите, я дохожу до этого места, где мы делали с вами надсечку в виде крестика. И сюда я вывожу палочку с нашей ткани. Аккуратно выворачиваем все. И теперь палочкой мы разравниваем все припуски, которые у нас есть внутри. Хорошо здесь выворачиваем, где ладонь, чтобы кругло было и пальчик. Вот так мы с вами вывернули руку. Вот у нас получается с этой стороны у нас целая, а здесь у нас дырочка, через которую мы будем с вами набивать наши детали. Аналогично мы выворачиваем следующую руку и покажу. Туловище, конечно, выворачивается очень просто. Можно даже не использовать палочку. Нет, не получится. Придется немножко палочкой протолкнуть. Вот у нас с вами так же выравниваем хорошо в районе головы. И где плечи. Вот видите, когда я здесь скрепила, сметала, и получилось очень хорошо и очень ровно. Немножко вывернем, где бедра. И где тали. Вот такая вот заготовка у нас. Туловище вместе с головой у нас получилось. То есть, у нас получилась эта кофточка. И если мы с вами тогда приложим, пока временно так приложим, ненабитую руку, это у нас получается рукавчик. То есть, рукавчики у нас готовы. Кофточка готова. Здесь можно еще потом украсить кружевом. Но это уже потом. Ну и так же выворачиваем ноги. Тоже берем с мыска ноги. Раздвигаем немного нашу деталь. И выворачиваем деталь ноги. Здесь все палочкой расправляем шелчки внутри. И у нас такая с вами нога. Вот так мы все с вами должны вывернуть. И будем набивать нашу куклу. Вот так мы все с вами.